Накануне в нашей стране масштабно отмечался, да и отмечается, как мне кажется, еще до сих пор День матери. Это, знаете, повод для нас, журналистов, средств массовой информации, вот не только напомнить о том, что нужно в этот день позвонить, может быть, своим матерям вспомнить о них так или иначе, но еще и возможность показать героинь нашего времени, пользуясь терминологией телевидения, показать лицом, вот в эти камеры, чтобы все могли увидеть, понять, найти, вот может быть, самый образец для подражания, в конце концов, мы все-таки за высокие идеалы. Вот сегодня про это, я думаю. И порадовал нас всех, мы надеемся, может быть, еще кого-то в перспективе порадует, порадовал веб-сериал. Ну, знаете, вот есть такой вид кинотворений, когда снимают исключительно для интернета, где-то там на ютюбе выкладывают, в социальных сетях. Вот как раз Тимур Бекмамбетов, его студия создали небольшой веб-сериал о Нижегородской эпидемии холеры. Была у нас некоторое время назад, пару столетий на Нижегородчине такая эпидемия. Было это в конце 19 века. Актуально, актуально. Всего-то четыре серии, две уже на платформе интернета есть. Можете посмотреть, а для того, чтобы действительно вас заинтересовать, одну, первую мы хотели бы вам сейчас показать. Нет, не думайте, это не на 40 минут, это всего на 3,5 минуты. И, кстати, важный оговорок тоже для наших телезрителей. Вы знаете, Тимур Бекмамбетов, он человек такой современный и неожиданно смотрит на даже исторические события. Казалось бы, события века 19-го. Но посмотрите, как подано, вполне, как мне кажется, в духе века 21-го. Впрочем, меньше слов, больше кадров. Смотрим. Это 1892 год. Нижний Новгород. А это губернатор Баранов Николай Михайлович. И через 30 дней ему предстоит провести ярмарку. Не такую. И не такую. Вот такую. Нижегородская ярмарка – самое крупное событие года. На нее съезжали скопцы со всей России и других стран. Армяне, персы, бухарцы, хивинцы, ташкенты. Больше 200 тысяч человек. Хотя население самого города было всего около 20 тысяч. Ярмарка всем приносила денег. И крестьянам, и торговцам, и казне. И была очень важна для всей страны. А это эпидемия холеры. Медленно она наступала со всех сторон и обхватывала постепенно город за городом. Сначала болезнь, а вслед за ней грабежи, бунты и восстания. И из разных городов бежали в нижние тысячи голодных, напуганных, рассерженных людей. А так как никто не знал правды о болезни, везде распускались слухи. Тысяча больных. Десять тысяч. Миллион. А самый популярный, что нет никакой болезни вовсе. Надо город закрывать. Надо ввести войска. Надо отменять ярмарку. Тогда будет голод. Начнутся бунты. Принял губернатор решение. В Нижегородской ярмарке 1892 года быть. И отправились тысячи людей по дорогам, тропинкам и рекам со всей России на ярмарку. Говорят, губернатор был бодр, энергичен, силен, свеж и спал в сутки по два-три часа. Также известно, что он пытался помогать всем, кому мог. И тысячи людей постоянно обращались к нему с просьбами. Но вот за 10 дней до ярмарки стали появляться в Нижнем и первые больные, а вместе с тем и паника. Повсюду появлялись называвшие себя очевидцами люди. Заводили толпу, рассказывали, как хоронят живых людей, как по городу бродят трупы и другие небылицы. Выпустил губернатор указ. Сегодня выдох, и всех, кто зачинает, кого увижу там же, положу на месте. И воцарилась тишина. И только один домовладелец Китаев продолжал выступать и всех будоражить. Нету никакой холеры, все это страшный обман. Разворовали денег, а людей живыми хоронят. Я это сам видел. Расстрелять, арестовать, засудить поступил губернатор хитрее. Сам с ним поговорил. Чем закончилась эта история? Как выкрутился из ситуации губернатора Николай Баранов? Узнайте, когда посмотрите все четыре серии. Но пока в открытом доступе лишь две. Много было вопросов сейчас. А пока этот ролик шел в нашем эфире, кто же это сделал? Напоминаем еще раз. Тимур Бекмамбетов. Это имя, которое уже заставило себя уважать и по-другому не получилось. Да, ну спойлер, как говорят, в таких случаях все остались живы. Это касательно сюжета сериала. Ну а мы переходим к теме дня сегодняшнего. Сегодня у нас в студии появится герой, героини, так правильно будет сказать, которые, как мне кажется, и умом хороши, и собой хороши, и при этом при всем знает, какие правильные слова найти для наших телезрителей. Особенно в контексте дня матери сказать, вот такие люди у нас сегодня появятся в эфире. Будем их звать. Но сначала презентационный ролик этой семьи. Давайте вдохновимся так, как они выстраивают отношения между мамой и дочкой. Меня зовут Наталья Чигина. Я бизнес-леди. Мне ежедневно нужно принимать серьезные волевые решения. Нередко конкурировать с мужчинами. Этот конкурс дает мне возможность на время отвлечься от жесткого ритма жизни и сменить строгий деловой костюм на красивое нежное платье и быть особо красивой среди самых прекрасных женщин. Моя работа – бизнес. Это жесткий ритм и ответственность. Нужно быть в тонусе. Расслабляться нельзя. Мое свободное время – это бельяр с друзьями. Танцы, встречи с единомышленниками и, конечно же, спорт. Я люблю свою семью. Я дочь, сестра и мама. Моя победа – это моя дочь, моя Виктория. Я уже победила. Потому что моей Виктории уже 23 года. Она со мной. И все только начинается. Для женщины возможно все, если речь идет о будущем ее детей. Она мобилизует все свои возможности и может добиться невероятных успехов. Жизнь – это бесконечный океан возможностей, по которому я, как капитан, веду свой корабль и выбираю правильный курс. Моя семья – это мой корабль. Я никогда не покину его, если мы попадем в жизненный шторм. Моя любовь – это свет, который освещает путь нашему кораблю. Вот после такой душевной презентации, мне кажется, и разговор сегодня у нас должен получиться быть душевным. Давайте встречаем гостей в нашей студии. Это, во-первых, мама и дочка. Давайте начнем с этого. Ну, а во-вторых, какие титулы у них красивые. Вице-миссис планеты Евразия в категории классика Натальи Чигина. Наталья, добрый день. Здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. И Виктория Чигина победится в международной премии для успешных женщин Crystal Queen 2021 категория «Инфанта». Надеюсь, правильно все произношу. Все так? Здравствуйте. Здравствуйте. Что важнее, иметь такие титулы или иметь теплое отношение в семье? Конечно же, теплое отношение в семье. Я считаю, что это дорогого стоит. Это самое главное. Я, как и говорила в ролике, и когда пришла на конкурс, сразу сказала, что я сюда пришла с победой, со своей дочерью, со своей Викторией. Без нее я даже просто бы и не пошла ни на какие конкурсы. Мы с вами, когда еще за кулисами разговаривали, вы говорили, что именно Вика сподвигла вас, чтобы вы принимали участие в конкурсах. Хотя обычно дети как делают? Чтобы мама была рядом, мама была дома, вот под крылышком. А тут наоборот получилось, что именно Виктория дала вам толчок для продолжения и активной жизни. Да, совершенно верно. Это все получилось совершенно спонтанно. Как я уже рассказывала, она просто сказала, все, мам, ты идешь. И вопросов никаких нет. Я на нее посмотрела, она говорит, я все сделаю, не волнуйся. Я буду твоим серым кардиналом, ты мой проект, я все сделаю. И так как у нас с ней доверие абсолютное во всем, я ей полностью доверилась. Хотя я была совершенно не готова ни к чему. И не знала даже с чего начинать. То есть не дочь в проект мамы, а мама в проект дочери, получается. Да, 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 совершенно верно. Виктория, ну вот расскажите, как у вас так это все завязалось, как это все придумалось, почему решили вдруг стать продюсером для Фосли Мамы. И вы поверили, что у мамы получится? Да, конечно. Моя мама очень яркая личность, и мне захотелось, чтобы все узнали, какая она у меня замечательная. Поэтому, когда мы узнали о том, что такой конкурс будет, я вообще не сомневалась. Я даже не спрашивать у нее не стала, пойдешь ли ты. Я сказала, ты пойдешь. Вот, и мы как бы занялись этим всем. Перед фактом поставил, знаешь, Оксана, твои дочери приходят к тебе, да, в какой-то момент, говорит, все, решено, идешь на конкурс. И что делать, я даже не знаю. Виктория, а вот имя тоже ведь, наверное, не случайно? Виктория, Победа. Да, имя совершенно не случайно. В то время было Настя. Даша, наверное. Да, и все, как назовешь? Настя, как назовешь? А дело в том, что мне, как Виктория, так же, как и все, наверное, в этой жизни досталось очень тяжело. Она у нас родилась в практически полумертвом состоянии. И мы много перебирали, как мы ее назовем. И когда я вышла, ее отец ждал, что я покажу ему дочь. А я вышла как, ну, вся заплаканная. Ребенка я не увидела только через два месяца. И у нас, само собой, это решение уже принялось. Как назовем? Виктория пусть побеждает, пусть выживает. И, в общем-то, имя себя оправдало. Виктория победила. Да, она победила. Сразу вопрос, Виктория. Вы с балованным ребенком, наверное, росли? Нет, совершенно нет. Потому что вот такая любовь материнская. Нет? Строгости все-таки держали. Нет, моя мама все мое детство работала. Поэтому я, нет, я росла с бабушками, с дедушками. Но у меня такие очень, ну, строгие, но справедливые бабушки с дедушкой. Поэтому нет, я совершенно не избалованный ребенок. До трех лет я на нее не то, чтобы голосы повышать. Ну, во-первых, она родилась такая слабенькая, нужно было проводить реабилитацию очень большую. И я все свои силы, всю свою жизнь полностью посвятил ей на эти три года. Это была проведена, ну, такая работа. Сейчас я вспоминаю, и даже удивительно, как вообще это все удалось, как это все переживалось. Всегда вспоминаю со слезами. Ну, вот сейчас вот как бы я уже, ну, вот она со мной. Я сейчас немножко расскажу, что не то, чтобы наказывать как-то, возмущаться. Я вот лет до трех точно, я на нее только, вот только ее целовала, только радовалась, что она есть, только ее учила и лечила. И как показатель такой был случай года три с половиной, она сидит, кушает, и вдруг ни с того ни с сего супом умылась. Я говорю, Вик, а ты зачем это сделала? Вот буквально таким тонем. И у нее была такая истерика, боже мой, мама меня отругала, мама меня отругала. То есть вот эти вот слова, Вик, ты зачем это сделала? Ну, вот так вот, это вот мама отругала. То есть вот настолько, вот. Ну, конечно же, детей, я считаю, что растить в такой вот прям вот бесконечной любви, да, это его нельзя. Иначе потом, если мы их не будем как-то наказывать, их потом накажет жизнь, они будут к этому не готовы, им будет тяжело. И поэтому это все не искусственно, не специально. Так сложились звезды, что мне пришлось быть в становлении бизнеса. И у меня совершенно не было в нее времени, от этого я очень страдала, но всегда, всегда она была со мной. Вот эта вот ментальная, душевная связь, она у нас всегда. То есть телефонов раньше не было, то есть я с работы неслась к ней, то есть всегда-всегда мы были вместе, как бы то ни было. На работу убрали с собой? Это очень часто. Нет, на работу уберу уже сейчас, потому что все-таки дела нужно как-то немножечко передавать. И опыт свой, чтобы она могла потом принять все на себя. Тогда нет, тогда было вообще не до этого. Тогда это были 90-е нулевые, если помните, наверное, помните. Тогда нужно было просто выживать. Реально нечего было есть, поэтому по избалованности у нас нет ни у той, ни у другой. То есть мы прошли все этапы, мы режимы все застали практически, поэтому тут мы такие закаленные. Прилованы сегодня самыми разными номинациями, самыми разными временами, так или иначе. Виктория, вот какие бы качества у мамы вы забрали себе? Чем восхищает вас ваша мама даже потом при воспитании детей? Вот что, какую практику взяли бы для себя? Давайте какие-нибудь теплые, такие добрые, хорошие слова. В плане воспитания детей, наверное, то, что мне мама всегда давала выбор и не ставила меня в какие-то жесткие рамки. И то, что она всегда принимала мои увлечения, мои какие-то нестандартные выходы из каких-то ситуаций, всегда меня поддерживала. А самое главное – это диалог, потому что мы с мамой можем поговорить абсолютно обо всем. Мне кажется, это очень важно иметь с родителями именно диалог. И понимать, что если у тебя случилась какая-то проблема, ты можешь прийти посоветоваться, и ты не получишь дозу какого-то негатива или осуждения, что тебя поймут, примут и вместе с тобой подумают, как же нам выбраться из этой ситуации. Есть секреты от мамы? Ну, конечно. Как может не быть секретом? Рассказывайте прямо сейчас, давайте. Все секреты переданы ей, потому что, может быть, даже иногда моя мама, бабушка Викина, даже меня ругает, что я слишком своим ребенком либеральная. Но я считаю, что пусть она на моем жизненном опыте, негативном, позитивном, выслушав его, будут это ее шишки. И поэтому она моя лучшая подруга, я могу с ней всем поделиться, ну, в пределах, конечно, разумного, но и она, соответственно, тоже. Я вот сквозь камеру просто чувствую вопрос от телезрителей, наверное, в основном старшего поколения. Вот сейчас же модно, как говорится, мы воспитываем ребенка, не наказываем, не ругаем, не бьем. Вот у вас с физическими замечаниями как в семье было? Нет, нет. Леща хотелось дать когда-нибудь? Я вообще такой человек, если я кого-то искренне люблю, но это, ну, в основном, конечно, касается, в первую очередь, родственников, родных, у меня язык не повернется даже как-то обозвать. Потому что любовь, она не подразумевает такие слова. А уж рукоприкладства это точно нет. И даже когда мне приходилось переходный возраст, все пережили, знают, что это такое, когда приходилось ее ругать, я потом... Вот мне нужно быстрее ей высказать, и потом вижу, что она обижается, и я ей объясняю, что я быстро тебе сказала, чтобы не забыть, чтобы... Потому что это нужно тебе сказать, иначе это потом уйдет в небытие. И это только эмоции, это все только из большой любви. Потому что, ну, когда не любишь, ну, и наплевать на человека, да? Когда любишь, стараешься быстро-быстро ему вот эти вот все ошибки, все это высказать в какой-то даже, может быть, форме, и даже крика бывало. Но потом, конечно же, я за крик обязательно извиняюсь. И еще раз, когда вижу, что слышен... Ведь когда на ребенка кричишь, они слышат вот этот только крик. Содержимое не слышно. Содержимое не слышно абсолютно, у них вот эта обида. А после этого обязательно я ей объясняла, что я хотела все-таки донести, уже сама успокоившись, выпустив пары. И вижу, что уже, ну, как-то она тоже тут задета. Ну, вот как-то так. Слушайте, вам надо было учителя, я думаю. Принцессы и королевы. Давайте вспомним те приятные моменты, когда вы эти награды получали. Посмотрим те самые видеокадры с вручений из церемонии. И мы переходим к церемонии вручения эксклюзивных статуэток премии Crystal Queen. В премии Crystal Queen есть номинация Infanta для молодых девушек. Номинация «Молодой предприниматель». Виктория Чигина, Нижний Новгород. Вот, пожалуйста, мне кажется, в жизни каждой девочки вот эта мечта... Да, кстати, на сцене, софиты... Вот такой праздник, это просто какой-то подарок, так легко получилось? Или это тоже большой труд? Это огромный труд. Отвечает Виктория, как человек, которая подготовила не только себя, но и маму. Да, на самом деле конкурс, это кажется только очень легко, на самом деле это большая работа, это работа с утра до вечера, репетиции, мероприятия, мы спали там по 3-4 часа, нужно всегда выглядеть хорошо. И в последний вот уже финал у меня лично, я как девочка, которая всегда в основном на спорте, и как бы я кублуки, можно сказать, практически первый раз одела на уже конкурсе, у меня до кровавых мозолей. Все, то есть все переживали, смогу ли я вообще пройти, ну нет, ничего, прошло. Если вы сейчас мне сказали, мы бы даже не обратили внимание, может быть, да, что вот какие-то проблемы с этим все. Через боли, через какие-то муки. Но вот такие конкурсы для мам, для дочек, они важны, они нужны, чтобы вы сказали тем, кто... Я бы даже по-другому сформировал. Вы хоть раз поругались, когда готовились к этому конкурсам, вот, не знаю, там, да, кто-то кого-то не ушел, я не знаю, какие должны быть, туфли, как все вывести. То есть кто-то куда посмотрит, думаешь, что нет? Нет, 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 единственное, что она меня ругала, что когда общая фотография, она меня, иди, ты что стоишь, она меня прям впихивала туда, чтобы я встала, потому что я, ну, в этом плане, на самом деле, тормоз, да, и как-то вот там локтями надо, там, надо пробиться, надо встать, там, чтобы тебя не зажали, и она меня прям устанавливает за это ругала. Опять тут стоишь в тени, иди, тебя не видно будет, у тебя ни на одних фотках нет. Ну так вот в вашем конкурсе, Наталья, как маме, вы бы другим мамам посоветовали принимать участие в таких конкурсах? Хотите наладить отношения с дочкой, например, идите вот на комнату. Да, посоветовала бы, там приезжали тоже девочки со своими дочерьми, тоже были поддержки, да, это я видела, но моя, мне кажется, была самая яркая, она везде со мной была, везде абсолютно, на фотосессии, на примерках, все, все четко было под ее контролем. Ну, в этот день, День Матери, имею в виду, и вот все время, которое предшествует ему, и после него многие хотят поздравить всех, я не знаю, в том числе и с экранов телевидения. Есть еще один человек, который присоединится к нашей беседе сейчас. Это член общественной палаты Нижегородской области Светлана Гонова. Да, также вице-президент Российской общественной организации Ассамблеи женщин-руководителей. Светлана, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, Илья, здравствуйте, Оксана. Со связью все хорошо, мы поздравляем вас с Днем Мамы, я думаю, что утро у вас накануне тоже получилось потрясающим. Дети поздравляли? Да, благодарю вас, и дочь, моя дочь учится в Москве, поэтому она мне сделала такой подарок, и мне утром доставили цветы, а сын мне преподнес свой рисунок, он любит творчество рисовать. Светлана, ну вот вы человек деловой, общественный, так или иначе, вот у нас каждый год в стране идут разговоры о том, что надо поощрять материнство на государственном каком-то уровне, моральном и так далее. Вот вы замечаете, что действительно общество стало этому больше внимания уделять, действительно больше поддержки и моральной, и материальной, чего уж там греха таить, или все-таки как-то вот разговоры разговорами, а реальное положение остается таким, какое есть? Нет, не могу, мы согласимся с вами, что все остается на прежнем уровне, и акцент, скажем так, исключительно на материнство я бы не стала сводить. В 2017 году была принята национальная стратегия действий в интересах женщины до 2022 года, и разработан огромный план мероприятий, который был поддержан всеми субъектами федерации. Ну, вообще, на самом деле, Россия — это драйвер глобальной женской повестки. И ее главные амбассадоры — это председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко и зампредседателя Совета Федерации Галина Николаевна Кореова. И я вам хочу сказать, что в этом году проходил третий евразийский женский форум в Санкт-Петербурге, где поднимались практически все вопросы именно по женской повестке. И материнство, и женщины в бизнесе, и влияние женщины на социальные преобразования, и сохранение планеты, и женский парламентаризм. Поэтому делается, на самом деле, очень много, и с каждым годом влияние женщины, мне кажется, в обществе растет. То есть, когда феминистки говорят нам о том, что женщины все притесняют, знаете, вы неправы. Конечно же, неправда. Но, Светлана, а сейчас модно быть мамой. Давайте вспомним сложные 90-е годы, когда один ребенок — это был роскошь в семье, а вот сейчас два ребенка, три ребенка — это уже большая, полноценная, красивая и счастливая семья. Вот какие тенденции в 2021 году вы наблюдаете? Я наблюдаю, что с удовольствием семьи заводят больше трех детей. Это очень радостно видеть. И самое приятное, что такие мамы, имеющие 3, 4, 5 детей, имеют время, возможность заниматься еще и бизнесом, быть успешными во всех областях. Светлана, но есть возможность прямо сейчас в прямом эфире Нижегородского телевидения всех поздравить с Днем Матери от лица вас, как от общественного деятеля, как от женщины-руководителя, в конце концов. Пожалуйста. Я бы хотела пожелать всем мамочкам здоровых, счастливых детей, чтобы глаза мамочек всегда светились счастьем, радостью, чтобы в сердце всегда была только теплота, душевный комфорт, и никогда их сердца материнские не разрывались и не спрадали. Вот этого я хочу пожелать всем, и себе в том числе. Спасибо большое. Спасибо огромное. Очень приличное пожелание. Член общественной палаты Нижегородской области была с нами на видеосвязи. Говорим о том, что накануне отмечали День Матери, поэтому у нас сегодня в эфире и прекрасная семья, мама с дочкой, Наталья Чигина и Виктория Чигина. Вот что бы вы, Наташа, пожелали мамам? Мне кажется, вот Светлана сказала правильные слова. Дети, чтобы были здоровы, чтобы материнское сердце не болело. Чего бы еще такого доброго, хорошего самой себе бы пожелали дочке своей? Я бы пожелала, чтобы воплотилась у всех мам. Тоже моя мечта. Я всегда очень боялась потерять связь со своим ребенком, особенно в подростковом возрасте, потому что возраст такой достаточно сложный. И я очень рада, что мне это удалось. И это на самом деле большое счастье на протяжении всей жизни, от младенчества и до старости, наверное, чтобы с ребенком была вот эта вот связь душевная. Ну и, конечно же, это невозможно без безграничной любви, настоящей любви к своему ребенку. Вот эта связь между вами и вашей дочкой, она есть всегда. Даже вы за эфиром опять же говорили, вы хотели бы воплотить в жизнь свое умение, которое получили много-много лет назад. По профессии вы кто? Я сейчас занимаюсь бизнесом, установкой видеонаблюдения домофонов и обслуживания их. Но первая моя профессия, это инженерная профессия, но первая моя самая первая профессия, это художник, диктативной росписи, хохломской и городецкой. Я очень много работала преподавателем. У меня есть свои методики, как работы с детьми дошкольного возраста, так и работы с детьми уже более взрослого возраста. И у меня есть много методических очень разработок. И эти разработки были успешны тоже, опять же, благодаря Виктории. Вы на ней тестировали то, что хотели бы платить в жизнь. Абсолютно верно. То есть там определенный тайминг был, определенное, что может ребенок в этом возрасте. И вот в дошкольном возрасте тоже я ее прям сажала. И говорю, Викусь, давай попробуем. Это, естественно, все в виде игры. Я засекаю время. По моей методике она выполняет... То есть она прошла полностью всю программу художественную для подготовки детской руки к письму через рисование. Это она прошла. И далее уже в подростковом возрасте я занималась более серьезной такой росписью «Хохломай городец». Она уже... Ей даже взрослые занимаются. Тут тоже она делала у меня успехи под моим руководством. Хотя я не хотела, чтобы она была художником, потому что эта профессия достаточно сложная. И тогда было... А вот у Виктории улыбается. Мне кажется, она хотела бы быть художником, наверное. Ну, пусть она скажет свои впечатления, но она у меня выросла абсолютно творческая девочка. Виктория, можете сейчас матрешку разрисовать? Да, вполне. Мы бы знали, мы бы принесли, конечно. Да. Чтобы было чем полчаса эфир занять. Но вы готовы, Наталья, своими знаниями дальше делиться. И сейчас у вас есть такая интересная творческая задумка, которую вы хотите воплотить в жизнь. Да. Мы были... В рамках конкурса мы были в одном таком замечательном месте, в «Хулиганодоме». Замечательное место. Действительно, много раз мы о нем рассказывали в эфире, где собираются дети, которые готовы реализовать свои творческие потенциалы. А взрослые люди приходят и помогают им это. Наставники, да. И я первый раз в таком месте, ну, за достаточно уже долгое время, потому что давно уже не преподаю. И я поняла то, что я сейчас одна, дочь у меня уже выросла, в любви моей она уже накупалась и купается. И у меня осталась вот эта вот душевная женская теплота, которую нужно куда-то реализовать. И мне очень захотелось именно поделиться ей с детьми, которым она нужна, у которых нет мам, у которых ее не хватает. И я считаю, что вот эта вот благотворительность, которую сейчас я развиваю, она мне нужна, конечно, в первую очередь. И мне кажется, что больше я дам ребенку своей теплоты, там лишний раз, я не знаю, его обниму и в лоб поцелую, это, наверное, будет более важно, чем я там что-то куплю, какую-то вещь, которая, ну, не оставит какие-то птички. Ну да, самое важное, это тепло. Виктория, не ревнуете? Нет, совершенно. Ну хорошо. Я даже рада, что свою любовь, она направит в другое русло. Мне достаточно. Продолжаем наш праздничный разговор в эфире. Вот говорят наши героини, что прекрасно понимают друг друга с полуслова, да, из первых минут жизни вместе, и все друг о друге знают. Давай проверим. Проверим. Давай попробуем. Мы вам предлагаем сыграть в такую игру, знаете, очень популярную сейчас в социальных сетях, в ТикТоке и так далее. Мы задаем вопрос, а дальше вы в качестве ответа на вопрос просто показываете пальцем либо на себя, либо на вашу визави. Либо Вика на вас, Наталья, либо вы, Наташа, на Вику. Но единственное, что попросим вас, Наташа, повернуться поровнее к нам и просто по-честному закрыть глаза. Не будем никакие повязки использовать. И, Вик, вас тоже попробуем. Если говорят про вас, значит, пальцем на себя показывают. Если говорят про другого, значит, пальцем на другого. Готовы? Готовы. Виктория, руки освобождаем, готовим пальчик. Кто чаще хлопочет по хозяйству? Это очень интересно. Хорошо, второй вопрос. Кто первый начинает мириться? Так, интересно. Кто более капризный из вас? Это удивительно. Кто смеется заразительнее, кто больше смеется? Ага. Следующий вопрос. Кто способен больше потратить денег на себя? О, прекрасно. Кто просыпается раньше? А кто главный в доме? А кто раньше засыпает? А просыпается кто раньше? Кто больше любит поесть вкусняшек? Ага. И кто больше времени проводит в интернете? Это удивительно даст. Спасибо, это был последний вопрос. Вы только потом посмотрите на записи, какие были правильные ответы, что-то реально совпадало, а вот в некоторых вопросах вы разошлись. Вот так мы стимулируем наших гостей не только смотреть прямой эфир, но еще и пересматривать записи программы «День за днем». На самом деле это очень удивительно. Я думаю, что пересмотрите записи, много для себя откроете. Это интересно. Уже на завтра вы, Наталья, запланировали себе поход дальше и не на работу поход, и не на прогулку с дочерью, а в одно очень важное место. Да, я запланировала первое знакомство в детский дом номер 3. Там 13-летние дети разнополые, 8 человек в группе. Первое мое предложение для директора было именно вот по росписи. У меня много очень идей. Можно просто поучиться рисовать. Можно наладить вообще артель. То есть я беру на себя организацию. Если они захотят, научу их росписи. Закупать им изделия. Они их будут разрисовывать и дарить, продавать, как хотят уже ими распорядяться. Но завтра будет уже понятно, а нужно ли им это вообще. У меня есть еще одно предложение. Детям задают внеклассное чтение классиков достаточно тяжелых. Я всегда за то, чтобы дети читали. Виктория тоже у меня любит читать. Я считаю, что это очень важно. Это развитие, жизненный опыт через книги. И у меня есть такое вот... Буквально недавно возникла такая мысль, что если они захотят, мы с ними пройдем внеклассное чтение и литературу. И я постараюсь им привить любовь и понимание именно к этим сложным произведениям классиков. Потому что я считаю, они достаточно сложные. Сейчас, когда я перечитываю, я удивлена, каким образом дети вообще понимают этих классиков в 13 лет. Вот такие вот еще идеи. Но у меня идей на самом деле многие. Глубокие, большие замыслы. Целые передачи. И хочется пожелать, чтобы этот путь был добрый. Вик, можете сказать, что мама, ваша мама для вас самый главный человек? Да, конечно. Ну, прям самый первый и самый важный. Это точно. Будете ли вы продолжать ее продюсировать? А куда я денусь, придется? Это точно. Тем более, что и номинаций много в конкурсе, и много возможностей отличиться. У нас остается буквально полторы минуты. Мне кажется, от каждой из вас давайте буквально по одному предложению, что бы вы назвали залогом правильных, хороших отношений между матерью и дочерью, между матерью и сыном и так далее. Давайте с Викторией начнем. Просто интересно. Что самое главное в отношениях между родителями и детьми, если в целом? Наверное, диалог, понимание и терпение с обоих сторон. Слухи терпения же подчеркнуть, наверное, да? Наташа, что в ответ скажете? Я считаю, что вообще во всех отношениях самое главное – это любовь и взаимное уважение. Потому что уважение надо проявлять даже к ребенку. Я когда работала с маленькими детьми, я никогда не ставила себя выше их. Я всегда, чтобы с ними пообщаться, чтобы им что-то донести, присаживалась на корточки и на их уровне с уважением с ними разговаривала. С подростками я даже на «вы» начинала диалог. Ну а потом, когда уже мы более близко знакомились, мы могли и на «ты». Они меня тоже на «ты» вполне могли звать. И я считаю, что именно это важно. Вот у нас на столе прекрасные короны, прекрасные ваши победы. Что важнее – эти победы или мирные, хорошие отношения в семье? Безусловно, мирные, хорошие отношения в семье. Семья – это вообще святое, это самое главное, это первое в жизни каждого человека. Человеку нужен человек. В наш мир интернета я всегда говорю, что человеку нужен человек, как бы то ни было. Спасибо, что пришли сегодня к нам сюда в прямой эфир, поделились своим светом, добром. Получилась такая добрая история. Да, это так важно. Вот в нашем мире таком агрессивном, да, где все вот так друг друга с грудки хватает. Мы сегодня даже про ковид не вспомнили. Слушай, как же так-то. Ну ладно, у нас еще будет много эфиров на Нижегородском телевидении. Сегодня мы беседовали с вице-миссис планеты Евразии в категории классик Натальей Чигиной. И Виктория Чигина, победительница международной премии для успешных женщин Crystal Queen 2021 категория Infanta. Да, победы у вас еще раз. С хорошими отношениями. И это самое главное. На этом наша сегодняшняя программа заканчивается. Любите друг друга, слушайте друг друга, ну и смотрите, конечно, телевидение. Завтра в это же время встретимся на Нижегородском телевидении. Пока.